Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы не даёте. Первое, на что мне хочется обратить внимание, это на то, что вы изначально, знаете, вот как-то обвиняете её. То есть ссорились из-за её инфантильности, из-за её нежелания работать, из-за её закидонов. Такая у вас идёт постановка вопроса. И вы знаете, мне подобная постановка вопроса выглядит несколько странной. Для меня подобная постановка вопроса выглядит несколько странной. Потому что она была, судя по вашему описанию, да, она была такой всегда. То есть она всегда вела себя вот так, именно. Она не была другой, она не была другой, она вела себя так всегда. И вас это изначально не устраивало. То есть вам изначально не нравилось, что она себя вела так. Я могу вас понять. Безусловно, можно вас понять. Но пока это всё выглядит таким образом, что вы пытаетесь просто человека поменять и переделать. Вы ждёте от неё, что она будет другой. Но не совсем понятно, что вы делаете для того, чтобы она была другой. То есть вот конкретно вы что делаете, чтобы замотивировать её на перемены, на перемены какие-то. то что вы для неё всё делаете, например, это ни в коем случае не способствует тому, что у неё будут какие-то изменения. И я говорю сейчас серьёзно, что вот если вы делаете для неё что-то, да, вот если вы для неё, ну, просто вот вы что-то для неё делаете. Что это никак не способствует, значит, переменам в ней. Потому что её действия, по факту её действия, имеет результат. Вот вы для неё что-то делаете, да, и всё, а зачем ей меняться. Это первое. Второе, да, второй момент. Мне не совсем понятно, отдаёте ли вы себе отсчёт в том, что она всегда была такая. Меняться она никогда не собиралась. И вас она, скорее всего, выбрала только по, ну вот, тому, что вы могли дать ей то, чего она хочет. Это неплохо. Это на самом деле не хорошо и неплохо. Это просто есть. Но вы, вы хотите, чтобы она поменялась. Возникает вопрос, а кому тогда у вас чувство? К ней реальной, к ней реальной или к ней воображаемой, которую вы себе, грубо говоря, сами придумали. Дальше. Вот у вас обвинение, да? Не желая, не желая отработать, к деньгам небережливо. А с чего она должна становиться другой? Жили вместе некоторое время, я работал и обеспечивал на каком мог уровне. Так. Вы работали и обеспечивали на каком могли уровне. Безусловно, безусловно, вы молодец, что работали и обеспечивали её на каком могли уровне. Но для чего вы это делали? Для чего вы обеспечивали её для себя или для неё? Только честно, честно на этот вопрос ответите, пожалуйста. Если вы обеспечили её, обеспечивали её для себя, то тогда простите, но ваша позиция, что вам не столько денег, не выдерживает критики. Потому что... Ну а как? Получается, вы обеспечивали её, ожидая, что она ответит вам какой-то взаимностью, что она тоже будет вкладываться и будет вкладываться, скорее всего, так же, как и вы. Но это ведь был ваш выбор. И вот у вас одно из главных противоречий. Что с одной стороны, с одной стороны, вы вроде бы говорите, что мне не жалко её от души, с другой стороны, вы пишите, что столько много сил и денег на неё по брату. О, вот. Понимаете? Ну так вы перестаньте с собой жертвовать. Вы перестаньте требовать от неё, чтобы она поменялась. Вам нужно решить для себя, что вы хотите делать, что вы будете, как вы себя будете ставить в этой ситуации. Как вы будете себя вести, что вы будете делать, что вы будете отдавать, грубо говоря, для неё. И всё. И этого будет вполне достаточно. На самом деле этого будет вполне достаточно, понимаете? Если вы определитесь только вот с этим аспектом. Если вы определитесь только с этим аспектом, что я готов делать для неё. И чего не готов делать. Дальше. Так, всё до копейки в семье. Опять же, это ваше желание, это ваш выбор. А почему вы не пьёте, не курите? Ну то есть, кто не курите, ладно, а почему не пьёте? Всё выпивательно, да стоит расслабляться. Почему нет? А, мы тут сантехники, электро-компьютерщик, строитель в одном флаконе. Это здорово. Готовлю сам, стираю сам. Это здорово. Вы молодец. Ну, а если вы самостоятельный, жертвенность откуда? По своей ли воле вы самостоятельный? Скрыла от меня инвалидность, но я не запаниковал и принял этот факт. А инвалидность, это что? Это как? Почему, почему вы должны были паниковать? Потом она мне началась жаловаться, что денег не хватает, хотя я работал на двух работах и при том физически. Ну так опять же, опять же, Сергей, это ваш выбор. То есть, вы для чего работали? Для себя или для неё? Если вы работали для неё, если вы хотели сделать её счастливо, в чём проблема? Если вы работали для себя, то это уже другой момент. То есть, понимаете, как бы вы ставите себе в заслугу какие-то вещи? Я не говорю, что это не достойно. Я не говорю, что это не достойно. Того из того, чтобы это, ну, считать заслуги вашей. Это достойно. Вы молодец. Но хочется-то вам чего? Знаете? Вот какой вопрос. Чего вам хочется? Вот если вы сами себе ответите на вопрос, что вам нужно, в чём вы настаиваете? И, может быть, как, в каком контексте вы воспринимаете, ну, вот, свою женщину, да, воспринимали или воспринимаете, вот, свою женщину, то будет лучше. Будет лучше, потому что вы чётко увидите, что вам нужно, что вам нужно от неё и может ли она вам это дать. Потому что у меня такое ощущение возникло, что она вам дать этого не может, а вы это требуете от неё, ну, какое-то другое отношение, какого-то другого отношения вы от неё требуете, да? Дальше, значит, так, значит, начала пилить ежедневно, нет, нет, это я позволял ей себя пилить, почему-то, с какой-то целью, но позволял, позволял себя пилить, не давая отдыхать, опять же, нет, ну, вы сами подумайте, как женщина, да, может не дать, не дать отдохнуть зрелому взрослому мужчине, но это же нереально, это же нереально, и вы это понимаете, ну, я надеюсь, что понимаете, я надеюсь, что понимаете, что, ну, нереально, чтобы женщина не давала возможности, да, отдохнуть своему мужчине. То есть, я верю в то, что вы так, в общем-то, считаете, я верю в то, что вы так считаете, но я не думаю, что это реально, не думаю, что это выдерживает сколько-нибудь критики, выдерживает, потому что вы взрослому женщине, если вы хотите отдохнуть, вы отдохнете. Другое дело, если вы в себе не уверены, другое дело, если вы боитесь ее потерять, другое дело, если вы выбрали такую женщину, например, не случайно, да, а потому что она у вас, вот ее поведение, да, с чем-то вас сцеплялось. То есть, возможно, с вами так же в детстве взяла себя мама, так же вот требует от вас, да, какого-то постоянного действия, требует от вас какого-то, какой-то постоянной отдачи, да, требует от вас постоянно чего-то, короче говоря. Вот, понимаете? И если это так, то получается, получается, что вы находитесь сейчас в цепких лапах твоего родительского сценария. Который и, собственно, руководит вами, и который, собственно, направляет вас, который, собственно, и указывает вам, что делать. Вот. Но вы вправе это, вы, точнее, вы не вправе, а вы в силах это изменить. Вы можете это изменить и вы можете это скорректировать. Например, сказать маме, допустим, своей, да, вот, сказать ей нет. Вспомнить о своих чувствах, прислушиваться к ним, увидеть, что можно по-другому поступить. И поступить так. Понимаете? И после этого ваша жизнь изменится, она станет другой. После этого вы сами изменитесь. Вы сами станете другим. После этой ссоры. Вот. Попробуйте ответить на вопрос, да, вот, эээ, какой вы, какой вы мужчина? Ну, какая у вас, грубо говоря, модель, мужского поведения, поведения, вот. Понимаете? Попробуйте ответить, ответить себе на этот вопрос. Это очень важно, очень важный вопрос. То есть, каким по-вашему, каким по-вашему, по-вашему, в отношениях должен быть мужчина? Вот. Как он должен себя вести? Что он должен делать? И так далее. И так далее. Вот. Ответьте себе на этот вопрос. Ту ли вы женщину выбрали, которая подходит вам под этот, ну, под эту модель мужского поведения? Если та, то чем вам не нравится она, чем вам не нравится? А если не та, то нужно искать другую, либо меняться самому. Понимаете? То есть, мне кажется, что у вас здесь очень такое вот поверхностное, очень поверхностное мышление, очень поверхностная позиция у вас здесь. Конечно, конечно, есть шанс, есть шанс, что она захочет вернуться. Конечно. Такой шанс есть. Но, пожелав вернуться, она, если изменится, то изменится только ненадолго, пока это будет актуально. Чтобы вас удержать. А потом все скорее все вернется на круги своя, потому что люди без работы над собой не меняются. Работу над собой нужно проводить не для кого-то, а для себя. Вот это точно действительно нужно проводить для себя. То, что действительно нужно делать для себя. Не для кого-то, а для себя. Вот. Дальше. Так. Требовала зарабатывать какую-то определенную сумму, вот, мол, знакомый, вот сколько зарабатывает. В общем, манипулировала, как хотела. Но, опять же, опять же, вы позволяли ей это делать. По какой-то причине вы позволяли ей это делать, скажете нет? Какая была у вас цель? Цель. Вот вы сами чего хотели, вы сами чего желали, вы сами в чем нуждали? Ответьте на этот вопрос. Сами себе ответьте на этот вопрос. Вот. В чем вы нуждались? Чего вы хотели? Хотели и, может быть, хотите до сих пор. Вот. Ну, важный же момент. Важный момент. Ну, вот, давайте, давайте вот с этим моментом и поработаем. Это же все было не просто так. Это же все было, ээээ, не от свободы выбора. Вы терпели ее, ее. Значит, вам это для чего-то было нужно? Вот. А для чего нужно было? Я хочу это понять. Я хочу, чтобы вы донесли это до нас. Вот. До нас, до себя хочу, чтобы донесли этот аспект. Это важный аспект, это важный аспект, очень важный аспект. Да? Хорошо. Хорошо. Ага. Дальше идем. Так. Так, ээээ, значит, ээээ, значит… Ммммм, эээ, значит, мммм, так, ээээ, значит… В общем, манипулировала деньги… дошло до, до твоих деньги наши, мои мои, мои. Сама при этом не дарабатывала, ей помогают финансово… Ради… Ну, что здесь вам я могу сказать, да, вот, опять же, по факту, если по факту говорить, что я могу сказать, ну, во-первых, во-первых, это опять же её выбор, да, во-первых. То есть, во-первых, это опять же её позиция, вот, и именно её позиция, это, вот, и тут как бы, в общем, спорить с этим бесполезно, то есть у неё вот так всё организовано, да, на вас это давило психологически, вы ушли. Вы ушли, в общем, справа в вас, что вы ушли, вот, я думаю, что, ну, вы ушли и, собственно, сделали вы правильно, что ушли. Если вам не нравилось, да, не нравилось, как, как, как вот, ну, 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 нравится, как ведёт себя она сам, вот. Ушли и правильно сделали, что ушли. Но нужно понимать, что вы ушли от человека. Да? Вы ушли от человека. По факту, по факту, вы ушли от человека. И после того, как вы ушли, вы стали ставить её условия. Ну, типа, вот, давай, меняйся, правильно? Давай. Становись другой. И пусть у нас будет общий, скажем, бюджет, да, пусть у нас будет общий бюджет. И тогда я к тебе вернусь. Разве так отношения устроят? Лично мне кажется, что нет. Лично мне кажется, что отношения так не выстраивают. Вот. Потому что это уже какая-то условность, и вы просто не хотели терять её из виду. Вот. Да, вам было неприятно, что вы столько всего для неё сделали, она это всё не ценила, но ещё раз определитесь. Определитесь с этим. Не бойтесь, эээ, признать. Не бойтесь, эээ, признаться в том, что... Вам неприятно, что вас использовали. Не признайтесь себе в этом. Скажите, да, мне обидно, что меня использовали. Тогда мне обидно, что вот она меня эксплуатировала. И тогда вы сможете с этим уже что-то сделать. А так, пока вы... Пока вы обманываете себя, ничего не будет. Вот. Ну и примечательность, что вы съехали от неё... Эх... Тогда, когда... Никого не было дома. Что-то вы, по сути, да... Что сделали? Вы, по сути, сбежали. Вот. Это... Так называется. Вы сбежали. Спрос. Вот. То есть, у вас, эээ... Гру... Гру... Грубо говоря, да, у вас не хватило... Эээ... Смелости, вас не хватило... Эээ... Значит... У вас не хватило смелости, эээ... Сказать ей прямо. Вот. Что вы... Хотите расстаться. Вот. А почему так? То есть, чего-то вы боялись? А чего, простите? Чего вы боялись? Ну, вот. Конкретно. Чего вы боялись? Она страшная, что она не поняла бы вас, она... Ну, все. Что бы было. Вот. Понимаете ли вы, что это такая, своего рода, недоверщенность в вашем случае? То есть, вы просто ушли, но вы не завершили отношения. Вы как бы, эээ, ей не сказали. Как это стоят дела? Ох. И, конечно же, осталась недосказанность. И эта недосказанность, теперь, на вас влияет. И влияет достаточно сильно. Как вы можете видеть. Но страх, почему вы не сказали ей прямо, что расстаетесь, сейчас бежали. Но это, скорее всего, вы с детства. И, скорее всего, скорее всего, я не уверен, но, скорее всего, вы считаете, ну, ну, вы посчитали, что вы поступили недостойно. То есть, вы посчитали, что, ну, вот, так поступать, как вы поступаете, да, нельзя. Вам было, вам было, как-то, вот, стыдно и неприятно ей это говорить. То, что вы, вы уходите. Вот. А стыдно быть, вам не за что. Потому что стыдиться не за что. То, что вы не сделали ничего дурного. Но вы сами в этом не уверены. Так давайте же, давайте же, поможем, поможем вам обрести эту самоуверенность. Давайте посмотрим, что вас еще лишает. Давайте посмотрим, на чем основывается ваша позиция. Дальше. Так. Значит, после этого я продолжил общаться по ее инициативе еще полгода. Опять же, есть такое впечатление, что у вас, вот именно у вас, да, именно у вас, свои позиции четко, как будто бы и нет. То есть, как будто бы нет вашей позиции. Вы съехались, но продолжили общаться по ее инициативе. То есть, вот, как бы, ну, говоря о том, что инициатива ее. Но на самом деле, если бы вы не хотели, вы бы не общались с ней. А раз вы общались, значит, хотели. Ну, вы, ну, вы уехали, ну, ушли от нее, значит, тут, как бы, вот, есть противоречия. Вот. Ну, а сами свою позицию, да, вы не, ну, вы не раскрываете сами свою позицию. Понимаете, какой, какой аспект. То есть, вот, в этом, вот в таких, в таких вот историях, да, в таких вот, можно сказать, мелочах и проявляется сложность, в таких молодчах и проявляются трудности. И поэтому, именно с этого нужно, с этого нужно начать определяться. Что вы хотите, как вам нужно и так далее. Как вам удобно, комфортно. Вот. Так. Больше просто общаться не хочу. Не хочу. Почему не хотите? Вы считаете, что дружба между мужчиной и женщиной невозможной, либо сходимся по-новому, она уже вышла на работу, и делаем общий бюджет, и пробуем по-новому. А так, смысл терять время. Ну, просто надо, на дружбу можно, можно терять время, просто проводить вместе время, и вам при этом искать другую женщину, в чём проблема. Вот. Я снимаю квартиру, ещё и тратюсь постоянно на досуг. Пусть на мелочи, но порядком надоело. Так, а для чего вы тратитесь-то, опять же? Да просто в чём? Вы как будто, знаете, обвиняете постоянно её в том, что вы что-то делаете. Вот. Это не она делает, это вы и делаете. Для чего-то. Вот. Перестала общаться, но в то же время остались чих-то к ней. Надежда какая-то, что всё-таки наступит у неё просветление. А, из чего? Это не любовь, это же, это надежда, это потребность, чтобы она изменилась для вас. То есть, соответственно, потребность в том, чтобы она стала другой, для вас более удобной. Это и есть перенос ответственности. Я очень много сил на неё потратил, она всегда обесценила мою заботу и поступку. Она такая, вы такой, вы для чего-то. Тратили, тратили на неё много сил, она для чего-то обесценивала вас. Возможно, вам и нужно было, чтобы обесценивали вас, по сути, почему у вас самооценка не всё в порядке. И с личными границами тоже. Вот. А, так. Я, так, денег немерено ушло, но мне не жалко, я у тебя больше. Это противоречие. То есть, если вы пишете, что денег немерено ушло, значит, вам жалко. Если вам не жалко, вы бы не написали, что денег немерено ушли. И где-то ложь. Мне интересно где. То и посадок не такой, то ещё, то ещё я что-то не так делаю. Ну. Это её восприятие, опять же. Вы ориентируетесь на кого, на себя или на неё? Вот вы говорите, что она, значит, жалеет деньги, да, там, точнее, не постоянно жалеет деньги, а постоянно тратит на себя, что она, там, вами манипулирует, команде, что она, ну, смотрит на других людей, да, сравнивает с другими. А не потому ли вы выбрали, Сергей, что она вот именно такая? М? Что у вас за чувство с ней? Любовь? Вряд ли. Потому что любовь – это принятие человека. Вот. Полностью. Что ещё? Вот так. Вернётся ли она? Она вернётся, ну, на своих условиях. Люди в тридцать лет меняются тяжело. Вот. Так, так что вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Удачи! Удачи!